Здравствуйте! Мы начинаем презентацию второго выпуска белорусского трекера перемен, ежеквартального отчета группы белорусских экспертов. Наши сегодняшние спикеры это Павел Слюнькин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям, в белорусском трекере перемен пишет про внешнюю политику. Павел, добрый день! Добрый день! Это Артем Шрайдман, политический аналитик, основатель агентства Sense Analytics, в белорусском трекере перемен пишет про внутреннюю политику. Артем, добрый день! Привет! Это Катерина Барнукова, академический директор Бирог и приглашенный профессор университета Карлоса Третьего в Мадриде. В этом выпуске пишет про внешнеэкономический аспект. Катерина, добрый день! Добрый день! Это Лев Львовский, старший научный сотрудник Бирог. В этом выпуске пишет про внутриэкономические тенденции. Лев, добрый день! Витаю! Филипп Беканов, независимый социолог. В этом выпуске пишет про динамику общественного мнения. Добрый день, Филипп! Привет, Анке! И Геннадий Коршунов, старший аналитик Центра новых идей. В этом выпуске пишет про взаимоотношения режима и общества в военное время. Добрый день, Геннадий! Витаю! Шанова, пожалуйста! Кратко скажу про формат нашей сегодняшней презентации. Он следующий. В течение первого часа презентации наши сегодняшние спикеры по очереди презентуют главные результаты в каждом из своих треков. У каждого спикера на это будет пять минут. И сразу же попрошу наших спикеров постараться придерживаться этого времени. А в течение второго часа мы перейдем к серии вопросов и ответов. Напоминаю остальным участникам дискуссии, что ваши вопросы вы можете задавать в чате Zoom. Я постараюсь все их зачитать. А сейчас со вступительным словом к вам обратиться Валерия Клименко, координатор проекта фонда имени Фридриха Эберта по Беларуси. Валерия, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон. Всем добрый день. От имени фонда имени Фридриха Эберта и директора Кристофера Форста я рада приветствовать вас на презентации второго выпуска белорусского трекера «Перемен». Фонд имени Фридриха Эберта – это старейший политический фонд Германии, работа которого направлена на продвижение фундаментальных ценностей социал-демократии, обеспечения мира и безопасности Европе и за ее пределами. Мы рады стать частью такого рода долгосрочного исследовательского проекта и искренне верим в то, что именно глубокий системный анализ является первым шагом на пути к необходимым политическим реформам и положительным изменениям внутри страны. Сегодня мы представляем уже второй ежеквартальный трекер, над которым работало шесть, вот я не побоюсь от себя добавить, лучших в своей сфере экспертов, которых Антон уже назвал и представил нам сегодня. Сегодня они расскажут нам, как выглядят устойчивые и относительно долгосрочные тренды, сложившиеся в Беларуси за последние три месяца – это июнь, июль и август. Также для тех, кто с нами сегодня впервые, хочу отметить, что аналитической изюминкой, как мы это назвали, нашего доклада является эксклюзивный ежеквартальный социологический опрос, позволяющий фиксировать изменения общественного мнения внутри разных сегментов белорусского общества. Я, в свою очередь, верю, что со временем белорусский трекер перемен перерастет долгосрочный и важный для нас всех проект. Я также хочу поблагодарить всех экспертов за партнерскую и аналитическую работу «Опресс-клуб» за информационную поддержку в организации этого мероприятия и распространение результатов нашей работы. Также я хочу пожелать скорейшего выздоровления Кристоферу Форсту, который, к сожалению, не сможет сегодня присоединиться к нам, но удаленно желает нам всем удачной презентации. Я с нетерпением жду выступления экспертов и передаю слово обратно вам, Антон. Спасибо. Спасибо большое, Валерия. Ну и что, давайте тогда приступим непосредственно к содержанию второго выпуска белорусского трекера «Перемен». И, пожалуйста, первые пять минут времени я высылаю Павлу Слюнкину, который в белорусском трекере «Перемен» пишет про внешнюю политику. Павел, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон. Спасибо всем, кто дошелся до нас. Я хотел бы, во-первых, самое важное, можно звернуть увагу всех слухачев и тех, кто будет читать наш доклад, что мы им пишем только про те события, которые происходили в летние месяцы, потому что они не включают сюда ни украинское посовывание, вызволение территории от оккупационных войсков российских, ни мобилизацию российскую, поэтому не шакайте таких актуальных аналитов, именно в этом докладе и в нашей презентации. Мы именно в этом будем рассказывать про то, что отбывалось в червене и липене и жниле. Но это да начну. У попередней справоздачи мы означали, что после российского уварования в Украину заходный свет пачал худко дрейфовать от воспринятия Беларуси як дуального международного актера с таким выразным делением на режим и народ у бок раннейшей модели, у рамка якой Беларусь ата и самлялась выключна за режимом Лукашенко. Гэта трэнд яну змацнился, мы его означали у першым своим выпуску. Зараз на фоне звужения кола потенцийных санкций, які могли бычь уведены у дочинений до державных институтов, предприемства у Беларуси, лояльного да уладу бізнеса, усе больш подтрымки атрымливаюць пропановы уводзять обмежавания, які непосредно взакранали в усих беларуских громадзян. При гэтым, што дзівна, ініціаторами, лабістами такіх санкций выступаюць, мінавіта, тые країны, які традиційно симпатазуюць демократичным сілам Беларуса. Асабліва варта тут вылучыць пропанову аб забароні на выдачу шэнгенскіх візов для громадзянаў не толькі Расія лі Беларуса. І шмат учын, яна так і не была прынята, гэта пропанова забарону в бок беларуских громадзянаў не було зроблена. І шмат душы, мінавіта дзякуючы наявнасці гэтых альтернатыўных працтавніков Беларусі, демократычных сілаў, які могуть працаваць на міждварной арені, гэта забарону да гэта часу не адбылось. Другі трэнд гэта напружыні на міжыз Україны. І яно захковалася, навап не агледзячы на тое, што яшчы раней былу вэдзіны большая частка злучэніў російськіх войсков з тарыторію Беларусі, але абстрэлы тарыторію Україны з тарыторію Беларусі працягваліся. Уз гэты перыяд ў шасті аблацях Україны праводзілася праверка гатонасці да макчымага ўбарвані Беларускай армі. Зеленскі збіраў сталку в шэшах камандывання Украінскай армі па гэтым жа пытанні. Пры гэтым, відабочных крокаў, які нам указывалі на падрых толку да худхага ўводу Беларускай армію гу Україну, не назіралася. Беларускай войска пераважна знаходзілася ў пунктах сталай дыслакація. Тым не менш, на паўднёвых межах ў Беларусі 4-ый месяц запар праводзіцца комплекс ваэнных і мобілізаційных мерапріемств, які на розных этапах укрышаюцца як регулярны ўдбройны сілы, так і сілы тарыторіальныя абарон. Трэніроўкі гэтая яны праходзіць на ротаційныя аснове, і такім чынам яны забаспечываюць широкі агульныя ахопу дзеніку пры адносны недысокай адномомантныя концентраціі персаналу ў збраўень. Уходзі гэтых ўчэню адпрацовываюцца як абарончая, так і наступальнага тыпу дзеяні, маневры на кшталт фарсіравання водных перашкод, наприк. У Комінська обласі таксама ажыццауляўся контроль ялкі на выпадак мобілізація, фіксаваліся терміны, і колька з грамадзяннікі прыбывалі ў воінкаматы па позвах. Улады таксама праділі шэрах рэйдаў ў районах, які імі жуюць з Україну, рэйдаў з затрыманнім актывістов і нелаяльных грамадзянаў зліку мясцовага насельніства. Такім чыном, яны спрабуюць мінімізаваць рызок утечек адчувальных да іх інформацій. І з нашого пункту глежні, кэтай зачыстка, яна указывае на той, што паудньовы керунак разглядаюць ў ладамі Беларусі, як крыніцца патэцэйных пагроз і махчыма месцам істотнага нарастанні вайськова актывнасцю будучы. Пры гэтам, з нашы шпункту глежні, а вядабочных кроков, які указывалі за гэты перыяд, які мы аналізавалі, на падрыхтулку дахудка ў воду беларускай армию г Украину не назіралася. Па нашых ацэнках, хатя гатоннаць з враўных сіл Беларусі да непасрэднага утягваню боевая дзеяні ў правнанні з лютым 22-го году і узрасла, беларускай а войска яно паранейшаму знаходзіцца не ў тым функціональным стане, якоя некіп дазволю ёй уадзіношку, я тут падкрэсливу гэтаслову, я навіду уадзіношку, паспяхову выконвать наступальны апэрацію на шыжой тарыторе. Безмонна мобілізація ў Расі, яны можуць місці вельмі істотныя карэктывы вось ў гэты аналіз, але про гэтам ўжу будзем размавляць на наступнае презентація. Трэцэй трэнд, який я вылучывав на керунку знешній палітыки, это трэнд на пашарэні супрацовніства Беларусі з акупаванымі Расі тарэторэмі Україны і Грузі. Алэксандр Лукашэнку ў першыню де-факта прызнаў незалежнаць так званых ДНР и ЛНР, пункту гляджжыня не амайне абходнасті. Пры гэтам адбываюцца рэгулярна сустрэчы працтавнікоў рыжыму з працтавніками гэтых акупацыйных адміністрацій, яшчы ў травні Дмитры Мезянцаў, які згявляцца дзержавных секватарам Саюзной Дзержавы Беларусі і Расіі, і былы міністра юстыцыі Беларусі, зараз ян працюе ў пастаянам камітэйце Саюзной Дзержавы Яны ў офіцыйным сваім статусі наведалі Донецку область, правілі там сустрэчы з акупацыйными владами. Віктор Шэйман наведал Абхазію, дзе сустрэкаўся таксама з працтавніками самоабешанай рэспубликі, з так званым прэзідэнтам Абхазі. У Ліпіні таксама былы і вязіты, губернатор Вісибской область падписав протокол об намерах з урадам рэспубліки Крым, які на гэта назвалі на офіцыйны старонцы Вісибской область. Далігацы ДНР наведала Беларусь таксама, зі таксама сутракаліся працтавнікі Абл-Ваканкама і Градского савяту депутату. Ну і скончу я на тэндэнцах, на трэндах, які мы зауважылі з боку дэмократычных сілаў, два такіх галовных, это тое, што былы створны пераходны кабінеты былі призначаны першыя працтавнікі ў яго склад. Я назвал гэты кабінетам сілавога сценару. Як самі призначэнцы, так і шараговую дзельнікі конферэнцы, яны ў асновны пажаджаліся з тым, што мирная спасабы барадыбы з рэджымом Лукашэнкі, яны аказаліся інеэфіктывнамі. І ўжо зараз становіцца нармальным рабіць ставку на падрыхтоку дэ сілавых сценароў змену ладу Беларусь. Такім чынам, з наша пункту Глежня фактична адбылась зменна контэксту з мирной барадзьбы за перамэну в Беларусі на сілавую барадзьбу за свабоду Беларусі. Конферэнцыя таксама канчаткова зафіксавала пераход дэмакратычных сіл ў Беларусі не толькі на видавошна праукраінскія пазіцца, які вось былі яшчы і да пачатку вайны, але узмацніліся пасля агрэсії Расіі супраць Украіны 24 лютара але іна выразна антикремлёвскія пазіцца. Кім чынам яны замацавалі трэнд апісаны нами ў минувшай справоздачы і тут я бы привёл бы цытату Валера Ковалевска які зляецца працтавніком кабінета пазамежных справах пра тое, што Расія з'являецца ворогам беларускай незалежнаці, суверенітэту, дзержавнаці і національна ебенитичнаці. Калі рані выказувані демократичніх сил і вовсі Светлана Тихановська не білі більші сцярожні нахід Расія то зараз Расія уже публічна называецца імі ворогам беларускай дзержавності. Дзякувам за увагу. Великий дзякуй, Павел, вельмі цікаво. І хотів би передать слово Артєму Шрайбану. Артєм Шрайбан, внутрення политіка. Артєм, пожалуй, тебе слово. Добрый день, пісєво багато. Я теж, разумеється, буду говорити о летніх трендах, тому що це є фокус нашого нынешнього доклада. І здесь, як і у Павла, як і у многих із нас, все предопределялося війною в Україні, по-краймі дуже багато, і реакції на нього різних акторів. І широко говоря, і беларусські дземсилі, і беларусська власть, проходили таку фазу милитаризації. Я би сказав, я виделил внутри цього процеса п'ять таких трендів. Милитаризація госаппарата, це, соответственно, перший із них, то є Лукашенко іницієрує милитаризацію ряда рані гражданських ведомств, обучення ще більшого числа людей війському делу, то є готовя їх тем самым к участию в потенціальному вооружовому конфлікте. Це і видача стрелкового оружия РОЧС в іюне месяце, і обучення його сотрудникам, спасателям стрельбе, включення в це занятия, і так называеме создання народного ополчення. При каждому сельсовете, как сказала Лукашенко, і как позже пояснили в Минобороні, це структура для того, щоб люди, які не годні к военні служби по здоров'ю, але способні держати оружіе, увеличили число в кавычках защитників Родини, це цитата, в нескільки раз, то есть бути таким здерживаючим фактором для потенціального агрессора. І, наконец, в іюле Лукашенко заявив, що потрібно вооружити і обучити стрельбе ще й всіх сотрудників госінспекції охраны животного растительного мира, условно говоря, лесників, около 500 человек, щоб вони тож могли встати под ружьо в случае необходимости защити своей страны. І снова-таки Лукашенко сослался на опыту України, де необходимо було проводити мобилизацию і важно було иметь людей, умеючих обращаться з оружием. Що любопытно, ссылки идут именно на опыту України, а не на какие-то там косяки России. Ще один тренд связаний с действиями власти, це некоє расширення репрессивной активності за пределы медиа, які пишуть о политике, то есть вообще репрессии в СССР рассматриваються в разделе Геннадия Коршунова, но мне кажется политически важным аспектом, внутриполитически важным аспектом был выход репрессий в адрес СМИ на новый, скажем так, горизонт, то есть теперь даже СМИ, давно отказавшиеся от политической повестки, или никогда вообще ее не касавшиеся, попали тоже под удар. Это и аресты руководства портала об автомобилях abv.by, это и арест руководителей DevBuy, портала об IT-секторе, и предъявление обвинений директору газеты «Беларусь и рынок» Константину Золотых в разжигании вражды и блокировка самого сайта этой газеты, а также блокировка в конце августа портала ct.doc. То есть ясно, что по мере исчерпания просто политизированных медиа власти переходят к зачистке всего остального неподконтрольного медийного поля. Ну и разумеется, тут стоит упомянуть новые жестокие приговоры фрилансеру радио «Свободы» Кузнеевичу Андрею 6 лет колонии, Ирине Андреевой 8 лет сверх ее двухлетнего срока, Ирине Славниковой из Белсата 5 лет колонии и задержание нашего друга коллеги Егора Любиткана, наверное, одного из последних, если не последнего публичного эксперта в Беларуси, который публично что-то комментировал, а и при этом не был так или иначе лоялен или подконтролен власти. Третий тренд, тоже связанный с такой общей милитаризацией и снова-таки репрессивными практиками власти, это мобилизация провластного актива. Об этом тренде я говорил и в прошлой презентации, но это просто летом, во втором нашем отчете он усилился, он явно усилился, и тренд в увлечение этих провластных активистов и пропагандистов в репрессии и другие ограничительные действия государства, он очень заметно расширился. То есть эти люди стали брать на все-таки функции неформальных идеологических инспекторов со стороны власти. Это и закрытие бара Калиновски в самом начале лета, это и инцидент в баре Банки Бутуки, когда после исполнения песни Океана Ильза в поддержку Украины задержали певицу и руководителя этого бара и Мириан Грессимент до сих пор находится в тюрьме, я так понимаю, что у него завели уголовное дело сегодня, стало известно. Это и история с Адамом Мальдисон и его именем в библиотеке в Островце, которая так и не дали после нескольких месяцев борьбы вот этих вот провластных активистов Азаренко, Бондарева и многих других с так называемыми националистами в Гродненской областной администрации, областной сполкоме. То есть эти люди стали инициировать репрессии, стали инициировать ограничения, чаще всего направленные на имеют антибелорусский или антиукраинский вектор. Это и зачистка туристической сферы, об этом тоже Геннадий будет говорить, где эти люди записывались на экскурсии для того, чтобы заключать гидов, которые как-то не так трактуют историю. И этот активизм низовой и провластный, он безусловно имеет два компонента. Он санкционирован очень часто властью, например, пикеты у посольств абсолютно точно подходят, по всем признакам являются с координированной акцией администрации какого-то уровня, потому что запрещено проводить пикеты у посольств. А вот другие появления, они имеют признаки несанкционированного такого низового активизма, и об этом можно судить по некоторым публичным трениям в этой сфере. То есть есть споры в Гродно между активисткой Ольгой Бондаревой и местным функционером Белой Руси Светланой Вареницей. Эти споры длятся много месяцев. Были некоторые неудачные попытки у этих людей добиваться своих целей. Концерт Филиппа Киркорова попытались отменить, не отменили. Была колонка бывшего директора СТВ Кирилла Казакова, где он критиковал этих радикал-консервативных активистов. И интересно, что, взбегая немножко вперед за грани нашего летнего периода, 6 сентября Лукашенко, говоря об амнистии, тоже упомянул, что есть люди среди его сторонников, которые допускают перегибы в стиле, как он сказал, всех мочить, сажать и так далее, и что это не добавляет единства в обществе. Но при этом призывал не уходить от их мнения и слышать этих людей. То есть, Лукашенко понимает, что в его лагере поддержки существуют менее и более пассионарные люди, интересы которых надо как-то балансировать. Дальше, что интересно, есть, разумеется, с точки зрения демократических сил на этой стороне нашего противостояния. Есть очевидный тренд был летом активизации оппозиционных сил второго эшелона, который тоже мы зафиксировали еще весной. Потоки критики в адрес офиса Тихановской привели в доге к тому, что прошла объединительная конференция, появился объединенный переходный кабинет и анонсировал для цели еще большей инклюзивности реформы Координационного Совета. Одна из целей этой реформы очевидна была кооптация части критиков в общей структуре, чтобы таким образом нейтрализовать эффект какого-то публичного недовольства в адрес офиса Тихановской. Однако полной консолидации безусловно добиться не удалось. Часть этих сил второго эшелона, можно сказать, сторонники Читы Цепкала, Балкунец, Котов, Ольга Харыч, они продолжили институциализировать свою структуру отдельно от всех, провели еще один форум демократических сил, создали своих в своем протопарламенте, в котором будут проводить протовыборы. И несмотря на то, что многие считают их маргиналами и спойлерами, я бы не стал отрицать и преуменьшать роль именно этой группы активистов в том, что касается запуска самой реформы демократических сил, потому что именно с их многомесячной критики все это и началось. И последний тренд это, безусловно, радикализация оппозиции или демократических сил, как кому милее. Об этом сказал Павел, это, я думаю, очевидно достаточно для всех, что одной из целей даже создания кабинета стала фактическая деоккупация Беларуси, назначение туда двух силовиков, тоже говорить за себя с конкретными мандатами, поднятие внутреннего и внешнего сопротивления, консолидации как боевых отрядов беларусов за рубежом, так и плана перемога внутри страны. То есть это еще одно явное проявление растущей толерантности демократических сил к использованию немирных методов политической борьбы. И вопреки моему личному скепсису летнему по поводу того, насколько популярны такие настроения в обществе, оказалось, из нашего пятого раздела вы об этом узнаете, что они куда более распространены, чем, по крайней мере, многие из нас ожидали, но для этого вы должны дождаться внимательно послушать выступление Филиппа Беканова. Спасибо большое. Спасибо большое, Артем. Ну и открываем, так сказать, экономический блок. И откроет экономический блок Катерина Барнукова. Внешнеэкономический аспект. Катерина, пожалуйста. Спасибо большое. Всех приветствую еще раз. В внешнеэкономическом аспекте за лето какие-то тенденции предсказуемо продолжились. Например, ухудшился уровень взаимоотношений с Западом, в частности, с ЕС. В то же время предсказуемо улучшались взаимоотношения и развивались, выглублялись взаимоотношения с Россией. Но были и непредсказуемые повороты событий. Например, Беларусь допустила технический дефолт и Беларуси удалось перенаправить некоторые из своих подсанкционных товаров или найти для них плазейки. Сразу скажу, что весь анализ мы делаем в условиях, когда Беларусь скрывает свои данные, в частности, данные по внешней торговле. С каждым месяцем информации становится все меньше и меньше. Поэтому приходится часто либо вслепую пытаться по косвенным признакам что-то понять, либо полагаться на статистику других стран, как мы это сделали с ЕС. Если посмотреть на нашу торговлю с ЕС, что произошло летом, действительно, был введен новый пакет санкций, шестой, где Беларусь фигурировала и там один из банков, Белинвестбанк, был отключен от SWIFT и несколько компаний, которые так раньше были под другими видами санкций, подсекторальными, попали в список компаний под санкции, что теоретически делает для них обход санкций более сложным. Но я просто хочу вам показать то, как работают или не работают санкции. Что вы видите на этой картине? Каждая линия это отдельная группа товаров. Эту картинку мы строили в график по данным Евростата. Беларусь уже нам такие данные не дает. Это экспорт из Беларуси в ЕС, где 100 это средний уровень за первые полгода 2021 года. И если мы посмотрим на самую жирную линию весь экспорт в ЕС, мы видим, что во второй половине 2021 года экспорт, несмотря на уже введенные тогда секторальные санкции, общий экспорт растет. Он рос в первую очередь за счет того, что у нас были очень выгодные для нас условия торговли, росли цены, рос спрос. Но в то же время, если мы посмотрим на нефтепродукты, то, согласно данным ЕС, экспорт нефтепродуктов из Беларуси в ЕС упал сразу же в июле 2021 года, то есть моментально после введения санкций, хотя они были с отложенным эффектом, и мы видим, что практически сегодня нефтепродукты в ЕС уже не поставляются. Ту же самую картину похожую мы видим в 2022 году. С началом войны многие позиции начинают, особенно подсанкционные, начинают падать. И в июне, когда эти санкции вступили в полную силу, то есть вся отложенность уже закончилась в июне, все подсанкционные позиции, например, ярко это видно на примере дерева, либо на примере металлов, они опять же практически останавливают свой экспорт в Евросоюз. И в целом, если мы посмотрим, сравним экспорт в Евросоюз в июне с уровнем экспорта в январе, мы увидим, что там падение более 50%. То есть санкции, они работают. Другой момент, что все-таки мы видим определенный, во-первых, рост экспорта в других товарных позициях, которые неподсанкционные, например, это и продовольствие, и электротовары, и электрическое оборудование, которое начинает потихонечку расти экспорт в Евросоюз. И мы слышим опять же из уст правительства и Лукашенко, что не нужно закрывать глаза на европейские рынки, несмотря на враждебную политику, нужно продолжать торговать. Это один момент. Второй момент, что мы видим много косвенных и прямых признаков того, что какие-то экспортные потоки все-таки просачиваются, несмотря на санкции. Например, по данным о финансовом положении в нефтепереработке и о средних зарплатах в нефтепереработке видно, что где-то как раз начиная с лета ситуация на наших нефтеперерабатывающих предприятиях начала улучшаться. Куда идут нефтепродукты, к сожалению, я вам ответить не могу, потому что согласно данным ЕС, ЕС из Беларуси нефтепродуктов не покупает, но очевидно, что если бы это и происходило, то они бы продавались под маркой какой-то другой страны, скорее всего. То же самое мы видим, что есть уже договоренности с Россией, которые позволят осуществлять транзит белорусского калия и скорее всего удастся в этом году 3-4 миллиона тонн калия переправить через российские порты и через российскую железную дорогу. Это от четверти до трети привычного объема, это все еще очень мало, но это гораздо больше, чем ноль. Из интересного влияния санкций частично возможно из-за того, что финансовые санкции сделали невозможным проведение платежей по внешнему долгу. Минфин принял решение выплачивать долги в белорусских рублях, более того, выплачивать их на счет Беларусьбанка, это привело к тому, что рейтинговые агентства объявили селективный или технический дефолт для Беларуси, это, к сожалению, будет иметь очень большие долгосрочные последствия для белорусского имиджа и закрывает для нас финансовые международные рынки вне зависимости от существования санкций достаточно надолго. Ну и пару слов буквально о том, как развивается взаимодействие с Россией. Мы видим, что экспорт в российскую сторону растет. Чем этот рост объясняется, мы не знаем. То есть мы даже не знаем, это рост в физических объемах или это просто за счет роста цен. есть основания полагать, что рост цен играет тут огромную роль, потому что цены, в частности, на продовольствие, которые мы экспортируем в Россию, они растут. Мы, опять же, определили вроде как 14 импортозамещающих проектов, которые Россия должна профинансировать, проектов. Но для 14 проектов на самом деле речь идет о совсем небольшой сумме в полтора миллиарда долларов и пока никаких официальных соглашений по этому поводу не подписано. Ну и в конце концов мы ведем переговоры о постройке терминалов или порта на одном из российских морей. Тут, опять же, ситуация постоянно меняется и никаких окончательных соглашений мы не видим и не слышим. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Катерина. И с внутренней экономикой продолжим со Львом Львовским. Лев, пожалуйста. Всех приветствую. Во внутренней экономике я выделил четыре главных тенденции. Первая, наверное, самая главная состоит в том, что ВВП продолжил падать. Он продолжил падать темпами гораздо большими, чем это было весной. Цифры за лет составили минус 7,8% в июне, минус 10,1% в июле и минус 3% в августе. При этом тут надо заметить, что июльские и августовские цифры, они сильно были искажены переносом сбора урожая. Если убрать фактор урожая, то падение экономики составляло 7,8%, 8% и 6,5% в августе. Таким образом, мы можем аккуратно пока что говорить, что темпы падения замедлились, но само падение продолжается. Оно сопровождается и падением реальных зарплат. В июле реальные зарплаты были на 5,9% ниже, чем годом ранее. Особенно сильно снижаются зарплаты в индустриях, которые подвержены непосредственно санкциям. Было одно из самых сильных падений зарплат работников калийной индустрии. То же самое касалось нефтяников. Правда, нефтяники, как сказала Екатерина, позже выправились. Наверное, самый необычный, самый интересный тренд в падении средних зарплат – это падение зарплат в IT. Падение зарплат в IT, а также падение самой добавленной стоимости IT. Если раньше в среднем отрасль информации и связь росла на 8% в год, то в начале этого лета она замедлилась, просто замедлилась до 1%, а дальше и вовсе начал падать. Второй тренд – это продолжение сокрытия информации и попытки создания позитивной картинки в части экономики на телевидении. Было засекречено исполнение бюджета, была засекречена структура золотовлетных резервов, данные по экспорту еще ухудшились. Интересным фактом здесь было то, что даже когда государственные чиновники проговариваются о каких-то негативных цифрах, то затем эти цифры исчезают. Так случилось с замечанием председателя Носбанка Беларуси Калауэра о том, что банки уже исчерпали лимит по количеству плохих активов, которые на них государство может навесить. Так вот, эти сообщения появились на государственном портале Белта 4 августа, а позднее было вырезано из его речи. Несмотря на то, что данные по исполнению бюджета были засекречены, сам дефицит бюджета никуда не пропал, из этого вытекает два следующих тренда. Правительство пытается закрыть эту дыру несколькими способами, два из них которые я выделил это увеличение налогов и необеспеченная эмиссия. На самом деле на протяжении последних двух лет постоянно увеличиваются те или иные малые налоги. Сейчас этот тренд активизировался, были введены налоги на владение первой квартирой, сборы на грибников, дополнительные сборы за пересечение границы и множество различных мелких налогов, но естественно это все не решает никаких проблем. Из больших налогов из чего-то значимого были кратно увеличены налоги на индивидуальных предпринимателей и по заявлениям представителей министерства эти налоги скорее всего будут и дальше увеличиваться, а также в сеть утекли как минимум слухи о потенциальном увеличении одного из самых главных Беларуси налогов это НДС. Эти данные сначала появились в сети, затем опять же были удалены, но в целом есть наверное все причины предполагать, что правительство действительно как минимум рассматривает такую потенциальную меру. И последний тренд этого лета это возвращение к необеспеченной эмиссии. Александр Лукашенко вспоминал о том, как в предыдущие годы лихо использовал этот инструмент. Сейчас мы видим, как Национальный банк вливает достаточное количество денег в систему для выдачи льготных кредитов. Это делается за счет покупки валюты и дальше эти рубли не стерилизуются. И также второй важный канал это через облигации банка развития. Опять же летом был подписан указ о том, что лимит этих облигаций увеличивается еще в два раза до 5 миллиардов рублей. На этом у меня все. Спасибо. Большое спасибо, Лев. И перейдем тогда к социологической части. И начнет ее Филипп Беканов, который в этом выпуске белорусского трекера перемен писал про динамику общественного мнения. Добрый день, добрый день, широ дякую. Коллеги, я подрехтовал для вас невеличкую презентацию, как нам усим было сручно. Четыре слайди, усяго на всему, поэтому можно не сильно пожаться. Подтвердите мне, когда ласачка, что все видно? Все видно. Добрый день, то есть, как и Павел, как и Артем, я буду сказать только про то, что произошло в Жнивне. Тренды фиксированы на середину Жнивня, потому что апэтуэння мы проводили с 17 по 31 Жнивня на двух онлайн-панелях, справоздачы полной там больше подробязан про методы сбору дадзиных. Так сама я буду презентацией корыстацца нашей методологией сегментации социального конфликту, и она подделяет грамадство на четыре группы по узровню недаверу до режиму и доверу до противников режима. Будуць четыре группы ответно зацяты прахильники режима, схильные до доверу до режима, схильные до недаверу до режима и затяты противники режима. Так сама калі цікавеціся больш подробязан методологі там ў справоздачы ўсё апісана прошу звертацца до текста. Паехалі. Што мы бачым? Мы бачым, што калі ў першай едицы трэкера перамен мы магли казаць пра пэўны рост падтрымкі, пэўны рост доверу до режима, пра з вайну, пра з наступствы вайны, і пра тое, што режим і Лукашэнка змаглі праўць пэўнае часце нейтральнае часце грамадства, ідею аб тым, што може магло быць ўсё яшэ горш, мы бачым, што за ў наступным кварталі такоў дэнамікі больше нема. Тобок і прапорцы груп, пра які я толькі што казаў беззначных зменаў, і прапорцы, но і паказнікі індэкса соціальніх настроў, таксама не растуть польш. Тобок можна выказваць думку, што рэжым вычарпаў ў пэўны ступені резерв роста за кошт нейтральнае чааскі грамадства. Калі не адбудіцца нешта яшчэ больш жудысна, калі ўсё будзе цягнуцца, як цягнецца зараз, то чакаць дадаткова пэўнага роста падтрымкі рэжыму не выпадая. Тут мы што бачым? Мы нават бачым, што індэксы ўжо патрохі пачалі зніжацца. Мы бачым такі трэнд, калі наступным разам ён працягнецца, можна ўжо будзе ўпэўнена казаць, што ўсё идзе на спад. Тут цікава, што гэты, як я казаў, рост падтрымкі ён звязаны з вайной, з падтрымкой вайны, і вось калегі з Шатэм Хаус фіксуюць, што беларусы ўсё меншэ падтрымліваюць дзеяні Расію, то бог там пэўна інформація прасочваецца да іх, пра то, як ідзе вайна, што там робяць русскія войскі, як яны ваююць, і хіба таксама будзе і падтрымка задаволінях будзе зніжацца тому, што будзе зразумела, што беларусі не той бог падтрымлівае рыторычна нават. Єдзем мы далей. Яка наступны пэйнт, пра які я буду казаць, гэта тое, што гэта конфлікт, і он ці ўжо трансформаваўся, ці трансформуюцца актывна зараз у конфлікт не толькі палітычны, але і конфлікт соціяльны. Па якой прэкмеці мы яго можам выделіць? Мы яго можам выделіць па прэкмеці уключэнасті у беларускую систэму. Што я маю на увазі систэма? Ну то набор пэвних практик уладных, пэвних узнагарод, які можа даць беларускай держава. Йони можуть быць фізичны, реальны, матеріальны, так і пэвныя прэвілеї і ўсё такоя. А уключэнасті, калі кажу пра уключэнасті, она вымяраецца не тым, ці з'являецца не як фізічна чалавек часкай системы, а то пачувае ён сабе бенефіціарам існовання беларускай системы, беларускай державы. Як мы бачым, што гэта так працює? Калі мы паделім индекс соціальных настроев па маленьких индексах, гэта индекс сям'ї, индекс дзаржавы, индекс очікуванню, индекс ажыданні і индекс улады. Вось, мы пабачым, што людзі ў груповках прыхільнікаў рэжымы, яны бачаць аптэмізм для сябе в большай ступені, яны черпаюць аптэмізм ў свай будычыні ад пэлных державных інстытуцый. То яны чакаюць, што держава, система не як зможа палепшыць іх стан, ці стан, ну, стану агульна кажучы стан. А людзі, які схильныя да недаверуюць яры працівнікі, ну, горш оцэнююць сітуацію в Україні, значны горш, але, што нам цікаво, што яны не маюць на державу ніякой надзеў, яны маюць надзеў больш на сябе, на свае власныя сім'я. Гэта пераклікаецца с тым, што рабіў таксам аджатам хаус някалькі мясяццаў таму, яны задавалі пэтанні, ці пачуваеце вы, што держава абараняе ваша інтерэса, ці пачуваеце, што гэта ваша держава. У іх сегменты ядро протэста, то пэўна скаралявана з ярая пратівнікі і схильная данедаверу, нейтралы, гэта пэўная змесь з гэтых двух сегментаў, і бастіон Лукашэнкі, то, што ми тыя, каго мы тут завем зацятымі прыхильнікамі. І ось мы тут таксама бачым, што не лічыць державу сваеў, вось, ядро протэста, і ў значыць, на меншый ступені нейтралы лічыць державу сваеў, толькі бастіон Лукашэнкі бэў цалкам задаваляны тым, што як держава репрезентуе іх інтерэса і баруне ціх. Гэта каже пра трансформацію ў конфлікта ў соціальны вось, міннавіта па гэтаму прэкметніку. І далей мы бачым, што соціальныя групы і палітычныя групы, до якіх тут адсартавана ад большага до меншага па зацятых працівніках, шкала дыстанцыи, што людзі, до якіх зацятые працівнікі адчуваюць блізасць, так, гэта зацятый працівнік Лукашэнка, католік, працівнік дзеянняў Расіі в Україні і гэтак далей. Гэтай групы часта знаходяться за мяжой толерантності людзей, які асхільныя рэжиму давіраць, ці яго працівніка. Тобок, гэта ўже не можна казаць, на мою пагляд, на мою думку, што гэта просто у нас палітычнае супраццтаяння. Гэта ўжо нешта іншая. Зараз таму конфлікт, ну, ён, палярызація гэтых двух групаў, зацятых стороннікаў і зацятых працівнікаў, яна ўсё павялічвайцца. Вайна ўносіць тыя ідэнтычнаці, лаяльнаці, які прынесла вайна, тобок, прыхільнік дзеянняў Расіі і працівнік дзеянняў Расіі. Вось, таксама ў гэтую картіну ўписуюцца і ўсё гэта, ну, даволі ўжо бурліць. Чаму гэта важна? Таму, што, вось, як маў калегі распавядалі, ў нас адбылась цалкам полная смена парадыгмы стасовна падтрымкі сілавых дзеянняў. Так, мы дадалі тут метадалогія трошкі такая не самая тривіальна, прабую падтлумачыць. Вось, перш за ўсё, трэба адзначыць, што, добра, мы задалі два пытанні, падзяліли выбарку на две частіны, вось, адной выбарцы задалі прамое пытанні, што, вось, сьомага дзевятага жніўне ў Вільнюсі бала конферэнція беларускіх демократычных сіл, вось, іх сформулювали, што адным з предметов на дэскусіі было адхилене Александра Лукашэнка Адулады, сілавымі метадамі. Ну, звычайна, што, такімі словамі на самой конферэнціі маглі вось прама так ўжо і не казаць, але, ну, гэта пэвны консэнсус, до якого там прайшлі, і двух сілавіков назначыли, вось, як Артём з Павлом казаць, то, мы сформулювалі гэта так. І задалі пэтанні, як вы думаеці, ці падтрымаліли бы вы, ці не такую такую прапанову. Гэта было пра моё пэтанні. Для другої палові вибаркі ми сформулювалі пэтанні іначай. Ми сказалі, ми папрасілі їх уявіть якогось чалавека. Гэта можа бэць хтось ці блізкі да вас, ці просто ваш знайомы, мама, брат, сябар, хто завгодно. Вось, і адказваючы на наступны пэтанні, ми папрасілі респондэнтов вось думаць, мінавіта, пра гэтага знайомага, якого яны задумалі. І задалі ми вось гэта пэтанні у фармульовцы, як вы думаеці, чалавек, якого ви задумалі, падтримав би ці не падтримав би такую прапанову? Ну і ми, то бок, ми бачым адказы на пра моє пэтанні і на проективнае пэтанні. Яны значна дрозніваюцы. Ось, і зараз ми будзім гэта ўсё інтерпратаваць. Саму гэтую прапанову ми, як дослідчики, інтерпретуюм, як згоду з гэты прапановы, ми інтерпретуюм, як згоду з праактивными сілавымі дзіяннямі, ось, які былі б, може, ініціаванныя праздамократична стіла, сенштакой, ці просто з праактивными сілавымі дзіяннямі дзяля адхиллення Лукашэнка. У верасні 2020-го году Шатамхаус публікаваў справоздачу, якой, так сама, там не такоя пэтанні було, але там было сформулювана достаткова падрабязна, каб можна было паравнуваць. Там так сама была опция з праактивным сілавым пратэстам, і яна была, яе папулярнаць была ўсяго 4,5%. Тут мы бачым, што ў сігменці затятых працівнікаў ўжо падавляльная большасць падтрымала бы праактивный сілавы сценар. Вось, ў сігменці схильных да недаверу инэрція вось гэтага старога наратыва, што пратэст мусіць быць мирным, што гэта не наш метад, яна даволі моцная, але ўжо так сама близка да переварачванне сітуацій, тому, што вось праактивное пытання, адкасны яго, і он можа быць интерпрэтованы тут двумя спосабамі. Першы, гэта тое, што асяродзі людзей, які адказывалі на гэта пытання, вось, яны думаюць, гэтаі людзі думаюць, што їх асяродзі бы падтрымала ўже, ось, палова, амаль, так, так кажа, і гэта ўжо так сама близка да формавання паўной ступені консэнсусу. Ці, інша интерпрэтація, гэта просто зніжэнне уплыва фактора страха, гэта гэта гэнаратыву, людзі, ну, думаюць, што іх знайомыя могуць не быць такога радыкальнага меркавання, самая працтавнікі вось гэта зацятых працівніков. І мы бачым, вось, две гэта гэта групы даюць... Прабашкай ліласну, пару тезисів. 30 секунд. 30 секунд. Мы бачым, што вось две гэта групы агулам даюць 40-50 адсотков падтрымкі вось такога праактывнага метада. І разам з тым, што, ну, такім чынам мы бачым, што прапановы і назначэнівось силавіков, бывших Сахашчыка Язарова, да кабінета працтавніков, гэта просто добрый своячасный адказ на запрос протестной частки грамадства на трансформацію падыходаў. І улічывучи тое, што мы бачым трансформацію конфликтаў соціальны, гэта ўсё выглядае як ўжо нейка такое сурьознай бурлэння на мой погляд. Шыра, дзякую, мене ўсё. Дзякую, великий Филипп, вельмі цікава, і лас, бад, нот ліст, Геннаць Коршанаў, взаимаадносіна рыжыма і грамадства ў ваенны час. Карі ласка, Геннаць. Дзяю, шына ўнаць падарства, рады ўсё бачыць. Так, я раскажу пра основная тендэнцы, які склалися ў сферы стосункова ў дзержавы і грамадства, і грамадзянской супольнасці ўласна. Вось, разуміло, што мы берем пакрысві, як ўсё казалі, ўсё пакрынні мэй каліги, што мы глядзім толькі на лето, але тендэнцы, как буду казаць, оно пачыналас ў тымць іншым выпадку навы ту весну, таму, што аснувным факторам, як тады, так і летом, і зарав, ўсё ровна застаецца фактор вайны, што не казалі на кунтаготці, як бы не спрачаліся, на кунтаготці вступіла беоруць, не, вайна працюя, як ў экономіццах гэта бачна, ў паліцыцах гэта бачна, гэта бачна ў стасунках дзержавы і граманства. Гэта бачна, па перш, ў прастое, што репрэсі, які былі ёсць, і, нажаль, будуть цягнуцца, яны, саправды, милітарызаваліся. Што гэта значыцца? Гэта значыць, што лады ўключылі ў свою павестку, так бы мовець, не толькі пераслед па палітычным матылам, звязаным з 2020 годам, што так сама працягваецца, мы гэта адзначаем, мы гэта бачна, але, і натуральнам чынам, вось такую милітарну, милітарна складняку ключылі. Гэта было выдатнабачна прас таке хвалі калі репрэсіў, репрэсіў, вялікіх затряманнів, які пракратіліся па па паудню Беларусі. Гэта Драгічын, Койнікі, Наровлян, Мозыр, Жлобінг, гэта далей, Кружаный Пінск. Правооборонцы кажуть, што тых людзей фактична нічога не знушала, ніяких паторэдніх збульшага, так, ніяких паторэдніх затряманнів не було, то бак, як казав, артём, шын за все, гэта така спроба прытіснуць актывістаў на той момент, на той падставе, каб не було ніяких інформація не падавалася ў той же самага Гаюн, наприклад, каб падавіць паторэдніх партызанов беларускіх, што нічога вонцю могут нешта арабіць. Вось, другі напрамак, милітаризація, гэта такія демонстратывныя, демонстратывны пераслєд тых добраохотнікаў, хто спымагаець на баку Украіны. Разумялы, што гэта пачалося не ў 22-хім годзе, гэта іде з 14-го года, але гэта пераслєд был не толькі демонстратывны, і он шмат, ў чым был яшчэ прывінтывны. Тобак лавілі, адла, фіксавалі, лавілі і затрымлівалі людзей, які толькі выказывалі намер прыняць ўдел ў російсько-украінськай вэйні. Другі момант, ці другая тэндэнція, гэта пераслєд сваяків. З аднагу боку, тут вельмі так плотно узяліся за сваяків калі новців. Найбольш вядомы в выпадкіх гэта калі прымушцілі маці і Віталя Парфянкова, Василя Прабарча Парфянкова і Дзяніса Прохорова, іх маці прымушцілі пісаць пакай анна відея. Пасляда рэчы і маці вось Прохорова і затрямалі разом з дачкой. Так само булі затряманні і па іншіх сваяках калі новців. Але ось такі пераслєд зазналі не толькі сім'ї українських доброохотніків, але іш цілага шырага і палітычніх актывістів, і просто біларусів, які затрімлювали до таго. Гэта починаючі ад маці Антонова Толька да батьків Алины Болбас, яка журналістыка. Дадзім, што вось таке промежкове резюме па репресіях, які датычуюся конкретних людей, што репресіі на сам річ не знижаюць. Хоця вось зараз людзей і випускаюць, терміны заканчуюць, там пакресіній, які пам'ювані ідуць, але навад калі паглядзеть просто на дінаміку паліцзневолінах, і ана расте, і расте доволі шпархуць. Репресі адбуваюця не толькі ў бок конкретних особ, але і накріваюць цілая сфера. Так вызначылась така моцна пынь і трэнд, гэта пацифікація прафісійной сферы. За лето було канчатхово знижчана ўсё прафсаюзна, весь прафсаюзна рух на Беларусі. Причым знижчили не толькі знижчили прафсаюзны знижчили прафсаюзны рух не толькі ў Беларусі, але і намагаліся нікі такі заходы робіць, каб пауплываць на прафсаюзы за мяжой. Так, напрыклад, КДБ признаў экстремистскім формаванням прафсаюзны, прафісійны саюз беларусы в Велікобританні. Руки кароткі, але хочыцца. Ну, што ж. Алець дзені, рукі не кароткі, гэту ў Беларусі і ў Беларусі такімі ў прафісійны сферэ, яшы адзін момент, ствараюцца умовы для таго, каб целая прафісія, фактична, што называецца, адшулі на сабе, што такоя забарона на прафісію. Так, гэта вельми добра ведаюць журналісты, гэта ведаюць, ведай, экспертна суполка, гэта распаусюджываецца ўсю больш, больш і больш. Некаторая прафісія гэта адшуваюць вельми плотна, апрыклад, наставнікі, так, і па іх ўжо недабор вялікі адшуваюцца па Беларусі, і больш такі лагодны, але таксама вельми адшувальны уплыв, контроль і тиск адшуваюць і медыкі. Сферы контралююцца не просто прафісіяна, ну, скажам так, прафісіаналам, які выраслі ў гэтых прафісійных суполках, але і назначаюцца просто вайяне кураторы, так, так, назначаны кураторы за сферой культуры, сферой адукацій, і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Асаблівыя напрамак, як і таксама викликаеш матобурэнню і внутрі Біларусі і знаружы, гэтта дебіларусізація, і то, што можна назваць воєнной пам'яті. Біларус, беларушчына вытіскаецца і зніштажаецца ва усю больших і больших сферах, починаюч ад повсядзённості і заканчуваюч сферой культуры і адукацій. Про культуру прихуюць з екрану Артёмска, сказавши, што туристичная сфера асаблівауць, гэта тое, што було на слыху, наше екскурсаводы, так, притискаюцца, тіснуцца, саджаюцца, і ліквідуюцца інституціональнае такія структуры, які підтримлююць і прасовуюць Беларушчину. Перед за усюх, гэта і традиційне кніжне авадавецтвы, мы ведаем, Янушкевич, Галиаф, или Мариус, і вніш забараняецца доступ до лічбовых ресурсов. Так, наприклад, був такі Телеграм-канал, гзе конструвався беларускій самовадат, бай прасвет, ну, сяго так само закрыли, притиснули. І тое, што можна фіналізаваць, Амаль, калі мы кажам про репресію, гэта войны памяті, гэта тое, што беларускій влады, тут можна спрачацца, ці, гэта, був мытанакіраваны загад, да, райисполкомаў, ці, то, гэта, была, жо, заправды, ініціатива, ось, такіх, ябатяк, па сумленню, так, але гэта, усьо, гэта вылилася ў целу хвалю, знішэнню могілок, польскіх могілок на територію Беларусі, перзавсё, усь па Гроднінськай в області. Фіналізуем. Пры ўсім, пры ўсім тым тиску, ўсіх тых репресіях, які ўжо два гады, фактична, тіснуть на Беларусь, тіснуть на грамадзянскую сукольнаць, грамадзянская сукольнаць в Беларусі існує, живе і працюе ў пратызанскім рэжыне. Даследовання паказываюць, што, хаць не на самым высокім ўзроўні свайго развіцця, але горизонтальнае сувязі, грамадзкі сукольнаці існуюць і патринбуваць. Чым ўнэ гэта досягаюць? Па-перше, працюе усведамлення свайго моральнага права, свайой моральнага пабеды таго, што мы маем на гэта права. Гэта моцна рэч, і она працюе, і она дае веру ў пабеды ў бляжэйшай історичны перспекты. Другое, накоплены досвід выжывання і супратювлення рэжыму ў экстремальных умувах апошніх гадоў, досвід гэта накапюся, ён працюе, і, дай Бог, будзе працаваць, дайсь свой плён. Трэцця, гэта зразумела сеткавыя, лічбавыя формы коммунікацыя, які даюць макчымасць і абніну інформацый, і захавання баспекі. І тут вімны чыкаецца тое, што анасываў Павел Либер, так, макчымасці стварэння агульной платформы, лічбавыя, яка б могла ось тыя высылкі, які робіць грамадская супольнаць, акамуляваць і даць выхад на новыятоснову зроблінь. Дякую, і мене ўсё. Дякую великий Геннадь. Ну і ми переходим к сесії вопросов і ответів. І прежде, чим ми перейдем к этой сесії, я хочу сообщить участникам дискусії, що второй отчет беларуского трекера «Перемен» доступен на сайте фонда Фридриха Эберта, а в конце презентации ми в этот чат скинем на этот отчет ссылку, а так же разошлем его для всех, кто зарегистрировался на это мероприятие. Так же хотелось сказать, что те, кто с нами в Зуме, пожалуйста, если вы хотите сказать что-то голосом, мы в принципе можем вас тоже подключить. Единственное, что я бы хотел сказать, приоритизировать я буду пожалуй те вопросы, которые непосредственно относятся к беларускому трекеру «Перемен», хотя это может быть и сложно. Ну, нам кое-какие вопросы пришли еще до начала дискуссии, и вот Рене Анинау, например, этот вопрос, который у нас сейчас есть в чате, присылал перед началом дискуссии, я бы хотел его адресовать Павлу Слюнкину, я сейчас переключусь на английский канал и прочитаю его по-английски, если вы сейчас находитесь на русском канале, вы должны будете услышать голос переводчика, который переведет этот вопрос на русский язык. Не могли бы вы обсудить последствия проведения саммита ШОС и создания взаимоотношений с Пекином в плане стратегического партнерства. Хотелось бы этот вопрос адресовать Павлу. Так, дякую, Антон, дякую, автор, за питание. Я, шеркажечне, стал бы переборщивать ни результаты, ни сам саммит ШОС, ни саму организацию. Ведь шамусь часто вельми российские и белорусские пропагандисты спробуют представить, як организацию, такую альтерматыву НАТО. А ці уже нават з густного Александра Лукашенка пачалі казаць про той, што гэта можа быць альтернатыва АА. Ну, гэта такі пропагандыскі некі штампы, які выдаюць нешта жаданая за реальность. На саммит ШОС не з'являюцца ни вайсковой организацией, гэта худшей пра экономичная супрацовніства паміш дзержавам Беларусь нават не з'являюцца там членам, ей так і не взяли гэтую організацію і працэс ўступным можа заняць год, а можа і більше. Тому я не ўскладаў бы ніякі такі глыбокі аналітычныя высновы не рабіў з того, што і на беларуско-китайскім трэку двубаковых адносінаў ёсць некі прагрэс. Гэты прагрэс павінін фіксіравацца першу чаргу па экономічных адносінах. Ці я не ведаю відавочных кроках, які б нам паказывалі, што вось Пекін аказывае таку магутну дапамогу беларускому рэжиму. Гэта ўсягоня ма. З 2020 года на адварот мы азнашаем адваротную тендэнцю. І вось гэта гульняса словамі пра ўся пагодны, я не ведаю наватэген на беларускай сказаць, адносіны ўсіх надвор'ю, так, незалежнаць ад ўсіх надвор'ю гэта гэта не пра што. Але, канешне, в умовах изоляцій межнародной, асабліва ад заходніх краэну, беларускаму рэжиму прыходзеца прэзэнтаваць гэта як веліку перамогу. І вось нават, калі паглядзець за Міністерціон замежных праў Беларусі на ўсёх соцяльных сетках, прэзэнтавалі гэта пра тою, што гэта некі новы узровінь дыпламатычных адносін Беларусі і Китая. Гэта нонсенс, бо узровінь можа быць дыпламатычных адносін класічных, можа быць на узровні шасовых паверных узправах, на узровні амбасадараў. Ну, а тут я не ведаю, тады ён павінін быць замес надзвычайных і паномосных паслоу, павінін за гэтай риторікай, трэба глядзець просто на экономічны пакарщики, які нам єшчы даступны, і за развіцьом саправды падзею, бо пакуль ніякіх падсверджанняў гэтым громким аб'явам іх немал. При гэтам ў самогу Китая ў яго яшчэ сотні іншых країнаў, з яким ў яго так сама ніякі вельмі-вельмі узровні адносінаў на слову, а на справі безумовна не. Дзякуй, великий Павел, і пытання ад Юры адрка Хустр да Філіпа Біканова. Філіп, чаму ў пытаннях проставлення да сілавых дзеянеў ў трох групах ў прамых адказах падтрымка сілавых дзеянеў ніжэй чым ў праіктыўных, а ў адной групі на адварот? Мабыць, Філіп, ты можеш адкрыть слайд, калі ласка. Добрый дзен, Юры, дзякую за пытання. Усё давалі просто. Даваеце паглядзім на слайд. Я не веду, бачна, не ў мене чорный... Вось зараз мы чорный кранчамусці бачым. Ну, таму што ноутбук ў мене такі старынькі, ну, працюе павольна. Вось, так, бачым, што? Для груп, даваеце, пра тое, як мы інтерпрэтавалі гэты адказы. Для груп, які адзе адказ на праектывные пытання вышэйшы, тут, ну, три нават способы інтерпрэтацій. Для тых, хто больш схильны, хто ўклюшаны ў систэму, схильны ё падтрымліваць, гэта два варіанты. Перша, ўсё ж такі, нейтральныя людзі тут можа, могуць мець пэлны фактор страху, так? То, мы ніколя не адмавлялі ўось гэтаму скажэнню ў існаванні. Мы заусёды кажым, што спрабуем неяк ягу мітыгаваць, неяк вылучыць ці ўплываю ён моцна і ў якім фармаць. Вось тут адно з тых пытанняў, дзе, ну, яно такоў даволі сэнсэтывные, мінавіта празгэта, мы методыку тут трэба акноулліджмэнт, што называецца, кіўскіх калэг, да слэдшык, яны так вымяралі гатовнасць ўкраінцаў там на терраторіальныя паступкі пайсті зарадзі міра. Вось, ўжылі мы гэта, ну, каб памерыць новы консэнсус і каб змэншыць сэнсэтывнаць, пабачыць, ёсць паўна рознэцца. Як мы бачым, рознэцца ёсць. Вось, і тут адна з інтерпрэтацій для нейтральных сэгментаў гэта зніжэні сэнсэтывнацці. Пытання, ну, то людзі загадуюць там кагосця свайго, а на самосправе, ну, ў такіх выпадках яны звычайно кажуць, ну, тое, што думаюць самі. Так, ці, тое, што прывалентна ў їх там, ў их асеродзі. Вось, і гэта раз. Другое, для гэтых груп то можа быць пэвная паранойя, так, што вось нідабіткі засталіся, класы вэ ворах, якого там трэба выкэншыць пахучэй ўже гэта больш, я б казаў, ўласна будзе зацятым прыхильніка. Тут, можа быць, такая же сітуація на самосправе, яны могуць просто думаць, што людзей з іншымі поглядамі ў грамадстві трошкі больш, так, чым зацятые прыхильнікі. Але гэта можа быць так сама і зніжэні сэнсітывнасті гэта гэпытання. Вось, для гэтых групы я ўжо казаў, гэта ці зніжэні сэнсітывнасті, ці тое, што вось асяродзе консэнсус набывая новая рысы вось гэта згодай з новай парадыгмай, што проактывныя сілавыя дзеяні. Тут на самосправе не важна, ці гэта зніжэні сэнсітывнасті, ці гэта ефект асяродзя, таму што, ну, ўсё адно гэта фармавання новага консэнсусу, сэрод неуключоную сістэмы группу. А вось тут цікава на самосправе для зацятых працівнікаў, таксама ёсі простая даволі аб'яснэння, тлумачэння на мой погляд таго, што сталася, самі гэта я людзі, яны значна больш радыкальна схильны падтрымліваць, чым яны думаюць, што їх асяродзе схильны падтрымліваць. Тобок был ну дужа моцны наратыв, што протэст мусіць быць мірным, таму што бало толькі 4 з половы адсоткі, хто ў Чатам Хаус был узгодзен так, ну казаць пра проактывныя дзяння. Гэта было даволі довга. Тобок былі мірныя пратэсты, яны довга довжаліся, і шмат хто думае, што ну засталося багата людзей, які не падтрымалі бы. Ну, што вось инэрція вось гэтага наратыва мірнага пратэста, вось гэта тлумачэння, чаму праэктивнае пытання для зацятых праціўнікаў дае меншы працэнт згоды. Яны думаўць, што ў їхайся родзі больш такіх ніпамярковных, каб не сказаць, а людзей, які не падтрымалі бы сілавы досвід, ніж вірагодна на самосправе, таму што самі яны вось 90% амаль. Дзякуй великий Філіп. Добра. Тады, Філіп, яшы адно пытання дэцябе ад рыгора астапяні такога. Маглі б вы болей апавэсті пра сямейны індэкс, індэкс чаканў і іншы індэксы, які вы распрацавалі для даследвання? Так, дзякую. На самой справе гэта не я распрацаваў, гэта ўжо давным-давно распрацавала Левада ў Расіі. Мы просто карыстаўмся імі для таго, каба, всошваць дзінаміку, таму, што дзінаміку, таму, што нам падаецца, што, ну, гэта давалі добры пакашык, каба, ну, апісваць сітуацію. Індэксы, ну, каротка магу, на самой справе, таму, што, калі гэта паглыбляцца, то там шатырнаццать пытання, з них там складаюцца індэксы, ўсё падрабязна апісаны ў справоздачы, я каротка разпагаду, каба, было, збольшага зразумела, пра што ідея гаворка. Йось агульны індэкс, індэкс соціальных настроев, ёсць ў яго чатыры складнікі, гэта індэкс сям'ї, так, гэта, такі, суб'єктывны адзнакі, ну, уласна, эмаціональнага і матеріальнага становяща, вось, ў сям'ї, ў рэспэндэнта. Індэкс благосастояння страны, ну, я прабач, прабач, калі ласка, мня беларускіх слоў я шчэ бракую, я толькі спрабую, вось, ўсё жэць ў па російську презентаваў, ну, гэта індэкс, ён каже про адзнак, ну, аценкі еканамічнага і палітычнага становяща краіны ў агулам, тубок, гэта большу ўсё ж такі ўжо пра краіну. Індэкс чаканняў, гэта індэкс, які, ну, прабудучыню, пра краіну, што чакая краіну, вось, ў якімсце, там, даволі блізкім наступстві, і індэкс улады, гэта, такі, вось, ў нашым даследувані, гэта індэкс, які, найменш цэнны, таму, што ёон, вось, больш за усе іншыя, соціальну ў пажадальнаць, вось, прась фактар страху, таму, што там ўзровінь ўхвалэня дзейнасті улады ўкраіні, то бок ўхвалэня дзейнасті Лукашэнка, і кераўніцтва, гэта, ну, нэкага апарату, вось. Разам яны складаюць таку картыну, яка дае нам можы інтерпрэтавацца там, нэкімі розным чынам. Я, вось, в гэтым даследувані інтерпрэтаваў, просто, каб зразумець, што людзі бачыць для сябе, вось гэта дискрэпэнсі, розніца, яку мы бачым, што схильныя да падтрымкі сегменты, яны, ў іх індэкс сям'ї, то бок ўласны, ўласнага становішча, ніжэй за ўсі астатні індэксы, які я прадзержаву, а схильныя да непадтрымкі, ў іх надварот. У іх так сама, ну, ніжэй агулам адзнакі, так, яны негатывныя там па гэтым індэксі, то бок яны гличы, што ў країні не ўсё добра, ну, мяка кажучы, але індэкс сям'ї ў іх вышэй за індэксы дзержавны, то бок яны каб адчуць, ну, некую апору, апорча вось ў мянул, ў майбутнему, божачкэ, ў будучынне, яны шукаюць не ў дзержаве, так, а больш ў сябі, ў своїх сіям'ях, ў своїх бліскіх, так, і вось мы ўянтэрпрэтуўм, як ўключынасць і неуключынасць ўсё білоруску сістэму, давалі там ў тэксці ў справаздачы ціка, я дужа раю ўсім пачытаць, цікавы тэкст, написав росіські палітолог пастухов ў вярасній 2020 году, мы ягод тэды, ну, так, Так, довольно отмахнулися, я думали, параженство неякое, а теперь читается, как погляд в будущее. У Янтам про это много пишет. Так, читали такие тексты. Дякую, Филипп. Добро, наступное питание будет до всех спикеров. Оно пришло до начала нашей презентации, не вось, я к этому учить. То есть, каковы изменения в развитии трендов по сравнению с предыдущим кварталом, отчетом? Давайте, может быть, очень кратко начнем в том же порядке, в котором были презентованы результаты второго отчета. Павел, пожалуйста, очень кратко. Что самое главное в развитии трендов? Я в своем выступе, как это казалось, что шматикые тренды подсвердились, я их нават пералишивал про то, что это международное воспринятие Беларуси, как международное субъекты, оно дрейфует бок того, что Беларусь уже все частей ассоциируется, миновата, с Лукашенко, а не индивидуальный актор, про то, что беларуско-российское субпадсоўніство, особенно военное, политическое, оно вельми мощно поглыбилось, протягиваясь, поглыбляться. Про то, что у демократичных силах этот тренд на потребность Украины и на еще больше анты-кремлевские нарративы, яны закрепились а таму, замутсавались а таму, я назначу бы таких тры видовошных, але браў ўсім ж таки, кому гэта саправды цікава, так губей подсчитать гэта саму справоздачу и там вызнайдзіся адказы на шмат яке питанье. Бо, ну, ўжо зараз просто гэта формаці нема шыма буду распавядаць подробязна про пакожного пункта. Дякую, Великий. Артём, пожалуйста, тот же вопрос к тебе. Как и Павел, я об этом коротко сказал, даже, наверное, не коротко, в самой презентации. У меня два тренда, они явно продолжились. Это даже три, наверное. Это милитаризация власти, радикализация демократических сил и все более активная мобилизация провластного актива, в том числе в репрессивную деятельность. Один из трендов, он вышел на свой пик и, я думаю, пошел на спад. Это активизация структуры второго эшелона в оппозиции. То есть мы видели некую кульминацию столкновений вот этого всего второго эшелона с мейнстримными оппозиционными силами примерно в июле-августе. И с середины августа мы видим некую маргинализацию второго эшелона как и в медиа, так и, собственно говоря, в реальности. Спасибо большое. Катерина? Да, ну я тоже говорила о том, что какие-то очевидные вещи продолжаются. очевидно, что экономическое сотрудничество с ЕС сокращается. И, наверное, мы летом все-таки достигли НАТО, поскольку все санкции, которые были, вступили в силу. И дальше, в общем-то, возможен только рост за счет наращивания каких-то альтернативных поставок. Опять же, если ничего сюрпризного не произойдет на политическом фронте. Что касается развития отношений с Россией, это тоже было достаточно предсказуемо, что в ситуации, когда у нас отпадают два крупнейших торговых партнера ЕС и Украина, Россия остается единственной надеждой и опорой. И тут никаких-то качественных изменений не произошло. То есть тот рост экспорта, который происходит в России, он не объясняется какими-то нашими прорывами на ниве импортозамещения. Но то, что было интересно и неожиданно, это то, насколько быстро Беларусь смогла все-таки найти и как альтернативные пути поставки калия, так и, видимо, какие-то пути обхода санкций по нефтепродуктам, возможно, с помощью России. Спасибо большое. Лев, тот же вопрос к вам. Да, ну у меня тренды продолжились, углубились и расширились. В частности, падение ВВП мы наблюдали и в предыдущем трекере. Оно продолжается просто большими темпами. Внутри самого падения, как я отметил, новый качественный тренд. Это то, что IT, по всей видимости, больше не будет драйвером роста белорусской экономики, относительно средних темпов роста 8%, в июне мы наблюдали всего лишь плюс 1%, в июле минус 8%, и в августе, кажется, минус 3%. То есть это такое качественное изменение. Сокрытие информации также существовало и раньше. Как мы помним, у нас все еще не напечатаны даже демографические данные за 2020 год. Тем не менее, темпы сокрытия именно экономической информации, они тоже очень усилились этим летом. с увеличением налогов. Это не новый, а продолжающийся тренд. А вот эмиссия, да, при том, что первые звонки эмиссии мы видели еще весной, может быть, даже еще и год назад, но сейчас разговоров об эмиссии стало гораздо больше. И те объективные данные, которые мы видим по эмиссии, они тоже увеличились буквально, наверное, в разы. Спасибо большое, Филипп, очень кратко. Ну, дуже коротко. Вось коллеги кажут, что у них тренды протягиваются, у меня все на дворот, у меня не скончилось все. Мы бачили рост подтримки, ну, и доверия до режима вось, а тепер мы бачим, что все зафиксовалось по той ступене, где было. Ну, там адрознение незначное, и треба назирать, что будет далее, але, ну, выглядая, небыто, все приплыли. И, когда не будет ничего ужасного, там, я не знаю, ядерный удар, там, уже тяжко навык уявлять, фантазовать на этот конт, то я не думаю, что без значных переменов у своей политики, то режим Лукашенко свои ресурсы для поддержки сярод нейтрала вычерпал, сярод протестного сегмента, яки зацяты супротягой, там уже нема чага шукать, николе уже ничего не выправиться. Дякую, Великий, и Геннадь. Я коротенько, потому что у стосунках державы и громадства, на самом речи, великая колькость нюансов, але два основные тренды. Держава, цей режим, так будет больше правильно казать, он протягивает нарушивать маховик репрессий, так, пашираючи и критерии уключэння людзей, вот у гэту репрессивную машину, яка хвярау, так, и масштаб, он на самом речи, с большого все равно пашираяцца, з одного боку. С другого боку, грамадства и грамадянская супольнасть заховываюць и запас резистэнтнасті, и шукаюць новые махчымасті не только исновання, але и супрацтаяння державы, супрацтаяння рыжжыма. Дзякую, великий Геннадзь, и адразу пытанне да вас, яшэ адам. Ця отсочваецца экспертками, ця экспертами, ситуация с правами, ды становящим уразливых груп насельнэства унутры Беларуси. Жаншыны, людзі зазмежаванными махчымастями, людзі сталага веку, матья, які выховуюць дзятей без патрыбки их батьков, и гэтак далей. І калі не, то чаму? Дякую за питання. Не отсочваецца. Чаму? Тому, што ёсь две ве́мі простые причыны. Першая причына. Фактична знішчена ўся грамадзянская супольнасць, ў тым ліку тыя фонды, організація, институцій, які тым ті іншым чынам допомагалі. Таким групам, ці принамсі отсочвали їх стан. Один момент. Другі момент – тыя правооборонцы, які засталіся, герой ў Беларусі, і аны сам не могуць ахапіць. Тому, што нават мы не ведаем зараз полного спису тых людзей, які булі асуджыныя па політичных матывах. Тому, што людзі запалохныя, чыстяком самі не рызыкуюць, аця рызыка тут не такая великая, я я фактична нема, не рызыкуюць даваць інформацію пра той тиск, які на іх адбываецца. Тобок нема інституцій, які б гэтым займаліся Мэтэна Керавана, і люди самі не дають таку інформацію правооборонцям. Дякую, великий Юнадь. Пытання з чату. Вопрос к Филиппу. Я правильно понимаю з графика, що 6% сторонників Лукашенко теж готові були б підтримувати силовий метод його сміщення? Якщо це так, то в цьому є некоторе противоречі. Филипп, як ви об'ясняєте то, що 6% сторонників Лукашенко готові були б підтримувати силовий метод його сміщення? Ну, глядіце, тут на самій справі у такога сто адсоткава гэтым мачэння у мене нема, я сам був дуже здівлений гэта пабачить ўсю, але як я разумею, што гэта ну, не тое, што мы там кепскі ададзіны сабрали, а ўсю статне, тому што гэта адзінае, што выклікае таке здівленье насправді, калі мы аналізуем ўсю гэта ададзіны, вось, ніякіх більш такіх цікавосткаў, мы не пабачили. Вось, што я думаю, які тут могуць быць слумашэнні? Перш за усе, ну, ў парадку фантазіі можна думаць, што хтось ці там лічыць, што калі мы, ну, калі ви стороннікі протэсту там выйдуць на вуліцы, то ёх ўжо каншаткова там хучэй скончаць будзе такой казус белі, ну, так бы мовіць. Вось гэта тое, што прыходзіць до галавы. Хтось мог, ну, гэтае пытання хіба не так праінтерпрэтаваць. Ну, ў нас было, вось, ў справоздачы нема гэтага ўсяго, вось, у нас было пытання, мы пыталіся вымяраць ці пашыраные там веды пра гэтую конферэнцю, вось, і зафіксаванай был такі трэнд, што людзі, які зацята прахільнікі, прахільна ставяцца до рэжыма, і аны мысляць пра ўсі гэтае, вось, падзеи, які им падаюцца там, аппазіційными, там, што, вось, мы пыталіся ў ях, як вы думаеце, там, была гэтая падзе, а ці не была? Вось, яны, значын, шастей казалі, што не была, таму што, ну, пра падзеи, якія былі, імі ўспрымаліся, як, ну, плахія, так, і гэта, ну, свячыцца птым, што, ну, яны не дуже разумеюць, пра што і дзягаворка, то, можа, там, гэта просто выклікае, ну, гэта супернерелевантныя пытання для патрымкі Лукашэнкі, для людзей, які яго патрымліваюць. Калі людзі сутыкаюцца з супернерелевантными для себе пытаннями, ну, шмат шаго бывае. Там можа, можа, яны не як не так, яго счыталі, як я думав, яны яго праінтерпрытуць. Ну, таму што, ну, калі гэтае пытання мы закладалі ў анкету, мы не збіраліся навэт аналізаваць зацятых прахильнікаў, вось, што яны там думаюць, мінавіцца, вось гэтае пытання пра моя. Цікава було паглядзець на праектывныя, вось, а пра моя, ну, тут, ну, што, вось, любоя з таго, што я толькі што сказав, магло стаць прачынай такога адказу. Але, ну, гэта, па перш, адзінае, што, такае, вось, дискрэпэнсі індэ дата, перш, вось адзінае, і гэта, ну, працэнкі, значна, значна меншы, ад ўсіх астатніх, укладаецца ў логіку спарваздачы, укладаецца ў логіку дадзінах, вось, і таму я, вось, ўсё ж такі, зададзінае, спакойный, ну, так сталасся, хіба, нешта, вось, з гэта га спарцавала. Дзяпай, Філіпп, ў нас на дадзіна момент сконшыліся пытання, які непасрэдна адносяцца да беларускага трэкера пираменаў, і таму, крыстаёвшыся шансам, што мы сабралі тут сливкі беларускага аналитичній сухольністі. Ми зараз будем вам задаваць іншіе питання, які до нас пройшли. Ось так само питання із чата. Какое положення с гражданами России, прибывшими в Беларусь, с целью избежання мобилизации? Может быть, кто-нибудь знає, що с гражданами России, прибывшими в Беларусь, с целью избежання мобилизации? І хотів би ответити на этот вопрос. Што прячуцца? Не падаєцца кэта пітання крыху не до нас, таму, што мы, па перш, ані росіяне, па другое, а мы зараз не ў Беларусі. І зразумець, што ў іх ў галавах, ну, крыху складаная пітання, мне падаєцца. Я навэт не ведаю ці гэта пітання пра то, што ў іх ў галавах, ці і пра то, як да іх ставяцца, ну, то... на самой справі, гэта даволі вартае вывучэння пітання, таму, што, ну, яны ж ёдуць, і... што з імі будзе ў Беларусі, ў Лукашэнкавскай Беларусі? Як да іх паставяцца ў Лады, як да іх паставяцца Беларусы? Ну, гэта ўсё даволі важна, але я не думаю, што хтось ці зараз знае адкасна гэта пітання. Дзякуй, Велікі. Адкасна пітання, што бакуль, што мы не ведам, што з імі. Я б даў пра тое, што, як бы, ну, та і навіна, яке я прыхоззіць, пра тое, што, безумовна, людзі, які спрабуўць пазбєгнуць мобілязацію Расіі і шукаюць нікопритулку ў Беларусі, яны безумовна іх будзіць шукаць, тубок гаспечным Беларусь для іх не будзе. І ўжо згявіліся першы павядамлэні пра тое, што людзі на цігніках, які праўжаюць з Расію ў Беларусь, іх таксама ўстерніков здымаўць. Ну, это такі два відовочны факта, які указываўць на тое, што Беларусь, ну, ніяким шыном, не можа быць для іх таким месцам, дзе яны могуць хавацься ад гэту мобілязацію, гэта все часоў. Ну, гэта, мне здаецца, такі адказ не пра тое, як беларускай громадства ставецца, а пра тое, фактычна улады Беларусі, які контролюрыць ўті тарэтору, які она будуть ставецца да гэтых людзей. Дякую, Велікі. Пытання ад Вольгі Семашкі да Паула і Артёма. Пачтям з Артёма, таму што Павел толькі што скончу адказаць. Які лёс можа чакаць АДКБ і ЕАЭС? Широкий вапрос. Если мы говорім о контексте вайны і якому-то зміненній взгляда союзників Росії на необхідність бути з нею в одному союзі, то є неке охлаждення, очевидно, особливо середі центрально-азіатських, закавказських союзників. Це понятно. І це, тим не мене, не означає того, що формально ці структуры стоять на порогі якого-то краха і дезінтеграції, тому що доволі осторожні, авторитарні і демократичні лідери постсоветського пространства предпочитають не разрушать без необхідності свої формати связи з Росією. А все ці союзи для кожного із них – це в першу чергу це в першу чергу з Росією. Тому що, як ми видим, внутри ОДКБ военні, там, вооруженні конфлікти Дудунда, между двома його членами, а ще один його член Арміния подвергается регулярним, в тому числе, обстрілам со стороны Азербайджана, і це ніякої реакції не вызывает со стороны ОДКБ серьезно. І поэтому для них, для всех, це формат построення відношений з Росією. І до тех пор, поки Росія не стала для этих государств, не перешла в статус прямой военной, внешнеполитической угрозы, по опыту функционування постсоветского пространства эти страны, несмотря на все охлаждение отношений, предпочитають не рушить то, что просто существует, даже если оно становится бутафорией. І СНГ здесь – самый главный пример. В СНГ до сих пор находится Молдова, которая взяла курс на евроинтеграцию, тем не менее не вышла оттуда. І только Грузія і Україна. Причем я даже не уверен, Україна завершила ли формально этот процесс. Но Грузія і Україна відшли з СНГ після того, як у них почалися війни з Росією. Поэтому формально з цими організаціями думаю, що нічого не буде. А з точки зрення вихолачиваннях внутреннях смысл – це процес, особено в случае ОДКБ, він запущен доволен давно і только подтверджається сейчас. Думаю, що ЕАЭС, тады, гэта безумовна, адказ будь зазалежуць, а також шим кончацца, вось гэта вайна Расії супраць Украины, є вайна супраць системы международных адносіну, і спроба Москвы змініць, гэту систему международных адносіну, каб атрымаць для себе некі больш выгодны умовы. А ці, калі мы кажем про тое, што вось гэта вайна, она будзе протягуваць на короткотерміновый термін, на ближайші месяцы, може, пау гады, ну, адказ будь зазалежуць безумовна іншим, і вось Артем, мені здається, про яго добра адказаў, я так сама, ну, падкреслю про тое, што Расія, гэта організація, яких, в принципі, вось на постсоветскай простору, осі організація такі моноцентрична, яны сконцентраваны, і країны, а яна аб'яднаны вакол Расі, вакол Расіких уладов, і таму лёс гэта організація, так сама будзе вельма інозалежуць ад уплыву Расі на сусідні країны. Таму зараз мы бачим тендэнцю, што гэта організація з паніжэням махшымасцю, гэта знешній палітычных, ці ваенна палітычных Расі на знешнім контру, яны становіцца меншы, і Расія не може і Армініі неякда памахчы, хаця мае гэта саюзніскія абавязаністы. І я думаю, што гэта таксама будзе працякуацца, але мы таксама павіну трымаць на увазі, што нават пасля таго, як Савецкі Саюз вось распаўся, так, ў нас трымалася ўксі ровна Саюз незалежных дзержавок. Це значить, што нават гэта організація не можець отримати някій будученю під інші назвою, вже з усім іншим регіональним, міжнародним становищем. Добре, дякую, Великий Павел. Я б хотіла вопрос адресувати щас Валерій, тому що тут... Я не уверен, що Валерія доступна, когромному сожалению. Окей, да. Валерія вже не с нами, тому ми можемо вже постепенно і без нього. Добре, дякую. Ну, хорошо, коллеги. В принципі, які приходили нам в чат, і все вопросы, які були про непосредственно беларуский трекер-перемен, ми задали. Я думаю, що на цьому ми можемо заканчувати нашу сьогоднішнюю презентацию. Напоминаю, що отчет, второй отчет беларуского, второй выпуск беларуского трекера-перемен доступен на сайте фонда Фридриха Эберта. І ми этот отчет розшлем для всіх, хто регістрировався на наше сьогоднішнє мероприятие. Большое спасибо, що були з нами. Якщо ви смотрите на нас на каналі Брисклуба, то підписуйтесь, ставте лайки і обязательно комментируйте все, що ви сьогодні услышали. Большое спасибо і до нових встреч! Дякую!